Здрасьте! Вот сзади меня потрясающее творчество художника Пакраса Лампаса, которое, значит, приобретено на день рождения. Сам художник Пакраса Лампас утверждает, что этими иероглифами он написал free your mind или нет цензуры. Мне кажется, он мог напиздеть, и это вообще какая-то бессмыслица. Ну, в лучшем случае. А в худшем, например, ты говно он написал иероглифами или там еще что-то. Напишите в комментариях, что вы думаете, что здесь написано, как вам кажется. Очень красивая картина. Здрасьте, мы начинаем. Ну, про наркотики. В Таиланде, собственно, произошла вообще удивительная вещь. Местные мусора задержали машину, которая называется Honda. И, соответственно, ее владелец вез наркотики, которые называются удивительным словом. Значит, в машине находилось на заднем сиденье тысяча таблеток ябы. Не я ебу, а ябы именно. Так называются эти таблетки. Значит, это наркотические вещества, состоящие из кофеина и метамфетамина. Ну, в общем, веселье одна и радость просто в Таиланде. Соответственно, задержали эту машину, изъяли, значит, эти таблетки ябы и машину поставили на, соответственно, стоянку в мусарне. А через какое-то время, количество времени решили эту машину реализовать, потому что, ну, нахуя она нужна? Стоит и стоит. Значит, и продали ее на аукционе за 19 тысяч долларов США. И купил ее, значит, какой-то мужик тайский. Приехал через какое-то время в автосервис. Значит, там начали ему что-то подчинять бампер. Бампер отвалился, а там еще, блядь, метамфетамина в огромном количестве. Ну, они, конечно, сразу позвонили в мусарню. Приехали, значит, эти мусора тайские и сказали, ой, блядь, пиздец, какой ужас, нахуй. Мы, оказывается, не знали, тут еще была наркота. Мы бы еще там не 25 лет, а 50, наверное, впаяли бы там у наркодилера. Ну, собственно говоря, за этим история исчерпалась. Что хочется сказать? Господа, если вы ищете новую машину, то лучше, конечно, ее покупать теперь не на Святой Руси, а в Таиланде. Потому что, может быть, когда вы там купите машину, на первый взгляд, вам кажется, что вы потратили деньги, а с другой стороны, окажется, что вы деньги только приобрели. Потому что, понимаете, да, за 19к бакинских человек купил эту бессмысленную какую-то машину Honda CR-V, а метамфетамина там было, блядь, тысяч, наверное, на 30. То есть человек мог заработать, ну, и присесть, конечно, если бы вы поймали с этим заработком, но тем не менее. Ужас, ужас и кошмар творится на Руси. Значит, на Урале задержали курьера Яндекс.Еды, который доставлял наркотики. Полиция и боевики фонда «Город без наркотиков» задержали 22-летнего наркокурьера, который маскировался под доставщикой сервиса Яндекс.Еда. Курьер Яндекс.Еды вместо положенной по должностным обязанностям доставки еды занимался доставок закладок до разных гаражей, заборов и других укромных мест. Ну, в принципе, что это же удобно очень. Если кто-то шабит, например, да, хочешь позрать потом обязательно, хуяк, и ты звонишь, значит, вот этому курьеру Яндекс.Еды, приезжает тебе, значит, человек какого-нибудь там таджикского происхождения, привозит тебе там двойной чизбургер, например, пиццу Маргарита и потом еще гашка чуть-чуть. Ну, как бы нормальный же пакет, да? Пиздатый сервис, по-моему, я не знаю, почему человека арестовали, по-моему, он нес людям только добро. Ну, нет, конечно, нарушал он закон, правильно его арестовали. Вообще его надо посадить и выгнать из страны, если он не законный приезжий, то есть гастарбайтер. Да, даже если и законный все выгнать. Одна из постоянных вообще любимец нашей программы Елена Васильевна Малышева опять, значит, ебанула лучшее просто, что вообще можно было ебануть. Была программа «Жить здорово» на Первом канале, и она, значит, осуждала там людей, которые употребляют снюсы, то есть всякие жевательные табаки. И в этот момент кто-то, значит, из гостей программы пизданул тоже одну из самых тупых в раз жизни. Ну, надо в жизни, бля, попробовать все. Обычно, когда человек вам такое говорит, вы ему сразу предлагаете самые ужасные вещи делать на ваши глаза. Вот, ну, и также, в общем, предложила ему и госпожа Малышева поступить. Ну, только не сброситься там с 22 этажа, чтобы попробовать в жизни все, или там не уйти нахуй под лед, чтобы попробовать в жизни все. Она ему натурально предложила поесть говна. Попробуй что-нибудь прекрасное. Почему надо дрянь всякую? Ну, ты же не ешь какашки. За жизнь же все надо попробовать. Ну, по как и съешь. Ну, чтобы все вообще попробовать. Желательно чужое. Видимо, у Елены Малышевой на говне тоже пунктик, как и у ведущего этой передачи. Или она любимица Сорокина, потому что, значит, она не просто сказала ему, там, поешь говна, а сказала, ну, раз в жизни нужно попробовать все, покакай и съешь какашки. Или лучше попробовать чужие. То есть, тоже, представляете, да, Елена Васильевна, блядь, она совершенно непроста. Вот просто конструкция. Покакай и съешь какашки. Или лучше чужие. Ну, в общем, вот, поесть говна рекомендовала. Издание «База». Сумасшедшую совершенно новость донесла до нас. Роман Черных, инспектор ДПС из ГИБДД по ЮВАО. 19 января с коллегами его распределили по местным церквям. Крещение, большой православный праздник, надо, значит, охранять верующих, церкви и вообще все охранять. Значит, и Романа поставили следить за порядком возле храма в Лохернской иконы Божьей Матери в Кузьминках. К парковке возле храма ведет маленькая дорога, и на ней скопилась целая пробка из автомобилей с верующими внутри. Потому что, значит, крещение, верующие поехали в церковь. Но одного из водителей переполнила набожность, как утверждает издание «База», и он решил объехать остальных по встречке. Роман Черных, как инспектор ГИБДД, исполнил свою обязанность, обратил внимание на Тойоту Камри, остановил ее, и, значит, из приоткрывшегося окошка на него обрушился, значит, голос человеческий. Буквально грянул голос с небес. «Ты знаешь, кто я? Не узнаешь?» Спрашивал мужчина, сидевший на пассажирском месте. Лицо показалось Роману смутно знакомым. Лицо злилось. Ну, в общем, короче говоря, позже Роман узнал, что лицо это было замглавой полиции ГУ МВД по Москве Николаем Федорчуком. Соответственно, в тот же день Романа отстранили от дежурства и отправили писать объяснительную в Главное управление ГИБДД по Москве. Вопрос с наказанием для него еще пока не решен. Я полностью поддерживаю руководство МВД. Роман, ты совершил по меньшей мере два проступка. Во-первых, ты остановил человека, который торопился на крещение. Ты же охуел? Ну, к тебе что? Креста, что ли? Нет? Человек ехал на крещение, он торопился к Богу навстречу. А ты вот этот свой... В тебе ничего вообще... Креста на тебе действительно ничего Божьего в тебе нет. Взял палкой, вот так просто бессовестно махнул и остановил машину. Это первый твой проступок. А второй проступок твой... Ром, ну начальство надо знать в лицо. Вот ты работаешь в ГИБДД и не знаешь начальство. Ну, иди тогда работай охранником в супермаркет, я не знаю, там, рога и копыта. Ну, если ты не знаешь свое начальство в лицо, как ты вообще карьеру собирался делать? И это вообще, Ром, я считаю, что ужасным должно быть твое наказание. Ну, как минимум, ты... Я не знаю даже, что ты должен делать. Ну, в крещение больше тебя, конечно, не будут ставить ничего, потому что человек-то с Божьим промыслом незнакомый. Я думаю, что в следующий раз тебя пошлют на какой-то цитанинский праздник. Туда точно никто из нормальных людей не приедет. Вот будешь бегать бесов палкой, блядь, останавливать. Повысим градус позитивными новостями. На прошлой неделе в Челябинске появился стартапер. Значит, услуга у нее простая, собутыльник на час, он приезжает в любую точку города в любое время суток, просто чтобы с вами выпить и поговорить. Стоимость услуги всего 700 рублей в час. А в Челябинской области две бабушки-пенсионерки запустили производство на заброшенном ликер-водочном заводе. И за какой-то очень короткий промежуток времени заработали больше 25 миллионов рублей. Друзья мои, чтобы не перезапускать заводы и не нарваться на левак, не покупайте самогон у бабушек. Для вас «Пятерочка» открыла барный клуб, вступив в который вы получите доступ к закрытым акциям и предложениям от партнеров. В этом клубе нет фейс-контроля и попасть в него очень просто. Заходите в раздел «Барный клуб» на сайте «Пятерочка» или в мобильном приложении «Пятерочка». Нажмите «Вступить в клуб», подтвердите, что вы совершеннолетний, введите данные карты программы лояльности «Выручай карта» или выпустите в виртуальную карту и вперед. Чем больше товаров в рамках клуба вы покупаете, тем выше ваш статус. А чем выше статус, тем больше привилегий. Ссылка в описании. Посмотрите на это потрясающее видео. Это кальянщик из Брянска выложил в Инстаграм. По-видимому, это какой-то элитный кальянный бар. Видите, он предлагает кальян, в котором плавают рыбки и черепашки. То есть, видимо, вот эти люди, которые с бицухами сосут, им просто маловато показалось поступление никотина в кору головного мозга. Надо же еще эстетическое удовольствие получать. И, значит, кто-то вот предложил, давайте, значит, ну, сделаем такую охуительную услугу. Я думаю, что рыбки и черепашки, конечно, нахуй дохнут во время того, как люди наслаждаются, значит, кальянным дымом. Но это никого не останавливает, и вот эта услуга, значит, в кальяны Брянска предлагалась. Ну, конечно, их мусорнули, слава тебе Господи, и сейчас с этими кальянщиками разбираются. Я надеюсь, что этих кальянщиков тоже закроют в какую-то колбу большую такую вместо рыбок и черепах. И, например, скипятят там, им будет заебись, мне кажется. Ну, как вы знаете, ужасающий пиздос случился в Китае, значит, в городе Ухань. Неведомый коронавирус разразился, который, по разным данным, поразил от пяти до семи. А многие говорят, что цифры Китая занижает. Там уже и 70 тысяч человек, значит, заражены. И умерло непонятно, то ли 100, то ли 400, то ли больше. Ну, в общем, страшный вирус надвигается на планету. Новый вирус, не знает, как его лечить, распространяется очень быстро, инкубационный период, две недели. И, как бы, в общем, пришла беда, откуда не ждали. Но и спасение от беды пришло, конечно, откуда ждали. В Москве прошел, наконец-то прошел, я бы сказал, молебен о спасении от коронавируса. Значит, прошел молебен в московском храме святителя Николая в Галутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви. Настоятель подворья, протеерей Игорь Зуев, отслужил молебен от спасения от эпидемии, охватившись союзной Россией и Китаемой. Кто не знает, Китай – это наша союзная, значит, республика, а, может, и союзное государство. Вот, по его словам, значит, о спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев. Господи, спасибо. Какой кошмар. И к теме коронавируса. Значит, я в инстухе у себя повесил голосовалку. Боитесь ли вы коронавируса? И у меня пока там идет голосование, 17% говорят, да, очень боятся, а 83% говорят, не, мне похуй. Поэтому я предлагаю в комментах высказывать, вы боитесь заразиться коронавирусом или вам, как живущим на Руси, все это до пизды. Потому что коронавирус по сравнению с житием на Святой Руси, он вообще просто ничто. Как мне кажется. За что я люблю и уважаю Китай и народонаселение Китая? За то, что все вот эти вот хуйни, значит, diversity, metoo, экологическая повестка, бессмысленная, то есть, экология, конечно, это вещь очень важная, но бессмысленная с точки зрения предложения всякой хуйни. Как только, значит, она достигает границ Китая, то она моментально не то, что разбивается нахуй, а китайскую стену великую, а сразу вот эти вот, значит, производители хуйни получают такую обратку, чтобы после этого никогда больше на китайцев не замахиваются. Что произошло? Наша любимая девушка Грета Тунберг сказала, что пиздец происходит на планете, потому что китайцы, коих миллионы, жрут палочками, а палочки деревянные, и это наносит ужасный ущерб экологии. Просто пиздец, экология просто, ну, только вот палочками ее испортили. Ну, понятно, да, что китайцы, во-первых, предложили девочке пойти все-таки доучиться, и я присоединяюсь к этому, потому что, ребята, учитесь в школе, вы можете не получать высшее образование, но школу, пожалуйста, закончите, потому что вы, ну, процент хуйни, который вы будете нести, он сократится, там, процентов, наверное, на 30. Соответственно, ей объяснили, что палочки делаются из бамбука, а бамбук растет с такой скоростью, с которой не растет сумма общих знаний Грета Тунберг. Поэтому бамбука просто огромное количество, блядь, не знают, как рубить, поэтому делают из него палочки, и, собственно, никакого вреда экологии не наносится. Ну, и также ей посоветовали не пользоваться прокладками, не носить одежду вообще никакую, потому что везде используются живые экологические волокна, поэтому лучше ходить голой. Даже и ватой пользоваться тоже ей запретили китайские граждане. Вот так. Еще новости от наших союзников. И партнеров, блядь, из РПЦ. Партнерские новости. Значит, вот это вот, давай поставим партнерские новости. Еще новости от наших партнеров из РПЦ. Значит, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон в интервью телеканалу ТВК высказал мнение, что пластические операции любые. Это смертный грех, проституция, сумасшествие и страшное бесование. Все пластические операции есть проституция. Ну, я, Владыка, я абсолютно согласен, потому что для чего делаются пластические операции? Для того, чтобы ебаться. То есть, ну, чтобы лучше выглядеть, да? Чтобы половые партнеры на тебя как-то чуче и быстрее реагировали. То есть, действительно, для блуда. И все это откровенное блядство, безусловно. Даже если у тебя какой-то увечки, и ты делаешь пластическую операцию, все равно ты делаешь ее, чтобы выглядеть лучше. И опять-таки, это есть грех и блуд. Поэтому, на первый взгляд, слова митрополита могли показаться удивительными и даже издевательскими. Но, действительно, он прав. Вся пластика есть блядство, грех и... Какое еще слово сказать? Не подберу я слов даже. Тьфу, прости, Господи, язык мой прикусил я даже от этого. Ну, правильно он, он правильно говорит. Чего, блядь, с ним спорить-то, ебаный ворок? Владыка из предыдущей новости в Корень, конечно, посмотрел проблемы, но упомянул только, что пластика делается во имя блядства. А ведь не только во имя блядства, а еще и во имя обмана. Значит, житель Курска, у него была семья, он с семьей развелся. Какие-то дети у него, значит, остались. И он должен был платить алименты. Ну, нахуй платить алименты, блядь, что у него? Лист не деньги, что ли, ебаный, насрал, блядь. Конечно, он не платил никаких алиментов. Его и пустился в бега. Его искали. За время поисков он задолжал 800 тысяч рублей. То есть, это надо, блядь, или у него такая зарплата была, что он от нее такой процент отчинить должен был. Либо его очень долго искали. В общем, пришла наколка, что чувак этот сидит в Подмосковье. И пришли приставы по месту, значит, предполагаемого, значит, этого нахождения. Дверь открыла какая-то женщина. Они говорят, женщина, мы ищем алименты этого злостного, который нихуя не платят. Она говорит, да я даже, собственно говоря, не знаю, кто. А вы кем приходите-то этому алименты? И тут женщина достает паспорт и, в общем, с помощью каких-то манипуляций приставы обнаружили, что эта женщина и есть тот самый мужик, который сменил пол, сменил паспорт и стал женщиной только ради того, чтобы не платить 800 тысяч рублей. Вы представляете вообще, до чего человека довела нужда? Ну, ведь правильно говорят, да, что как бы на безрыбье и сам раком станешь, а на безэлементе я хуй себя отрежу. Ну, как бы, вот только так можно трактовать. Реально, блядь, а операции по смене пола сколько стоят? Мне кажется, она дороже стоит, чем 800 тысяч рублей. То есть, получается, человек, чтобы не платить 800 косарей, заплатил, например, полтора миллиона, блядь, за операцию. Ну, это, кстати, по-русски, да, вот так вот заебашить. Это абсолютно, я уверен, что так он и сделал. Ну, вот многие просто ссорные птицы, даже, я бы сказал, помойные птицы телеграмма и интернета, значит, гадили ртами своими погаными, вернее, пальцами своими погаными гадили, значит, что вот этот поп поливал, значит, святой водой из шланга, ха-ха-ха, как смешно. Ну, разве же это смешно? Конечно же, это не смешно, потому что благодать должна с ней сходить. Она просто должна окатывать вас, как вешняя вода. Поэтому, чем больше святой воды, тем лучше, тем больше людей станут чище, у них смоются все грехи. А вы, дебила, только и знаете вот это вот гадить, всякую пасху или писать про РПЦ в телеграм-канал, фу, на вас. Телеведущего Урганта заставили извиниться. Кто заставил его извиниться? Сотрудница музея святости Оксана Иванова, депутат Госдумы Николай Зимцов и движение 40-40. Значит, Ургант в своей программе богомерзкой по Первому каналу в канун Рождества пошутил какую-то там шутку и оскорбил, значит, ну, естественно, как это водится, все православное население Святой Руси. В связи с этим, значит, музей святости 40-40 и прочие обитатели Святой Руси, значит, написали об оскорблении своих чувств и прокляли Урганта. Ургант извинился, внимание на экран. Все, кто считает себя оскорбленным, вы примите мои искренние извинения, я прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятия. Все-таки не все, не все коту Масленица. Правильно, давайте, музей святости, поддерживаю вас, поддерживаю. Не меня, не надо только писать, пожалуйста, я вас спрашиваю. Я позвоню Легоиде, если что. Не позвоню. Значит, нет пояса печальнее на свете, чем пояса Ромео и Джулетти, как вы наверняка знаете. И ровно такая же история, только без убиенных, произошла в Рязани. Значит, там два человека, женщина 32 годика и мужик 31 годик. У них, значит, они встретились и у них начался романтический период. Потом завязались какие-то отношения. И на старте этих отношений женщина расскажет, что у нее есть элитное авто. Жигули первой модели, если вы не знаете, как они выглядят, вот так они выглядят. Соответственно, живут они дальше вместе, ебутся, налаживают быт. И мужчина каждый день превращает праздник просто для этой женщины. Он ей дарит цветы, подарки, плюшевых мишек. В общем, просто источает какое-то счастье и атмосферу просто какой-то неземной любви. Ну и не забывает про себя, потому что он любит бухать и покупает себе спиртное. И в какой-то момент женщина понимает, что вот это элитное авто, вот эти жигулиты первой модели, нахуй пропали. Она подает заяву в милицию, и милиция выясняет, что не просто пропали, значит, жигулиты эти, а мужик их продал. Чтобы что делать? Правильно, дарить подарки своей любимой женщине и дарить себе чуть-чуть алкашечки и выпивать, и отлично себя чувствовать. То есть, дорогие, милые дамы, любимые мои, если вам каждый день кто-то дарит цветы, и вы их, блядь, выкладываете в Инстаграм, да, вот эти вот огромные, блядь, охапки роз, или там вот эту здоровую панду, блядь, бессмысленную вот эту гусастую, блядь, слона розовую. Подумайте, может быть, именно у вас ваш любимый молодой человек что-то спиздил и продал, чтобы сделать вашу жизнь ярче. Глава Чувашии Михаил Игнатьев уже был нашим с вами гостем. В прошлом эфире буквально он сказал, что журналистов надо нахуй мочить, и там что-то потом пытался извиниться, но выяснилось, что он за словом мочить не извинился, а просто под журналистами имел в виду блогеров, которые его критикуют. Ну, власть, то есть его. Ну, это что, не все, значит, прошла у него в Чувашии церемония награждения МЧСников пожарными машинами. Ну, не в смысле, что губернатор, блядь, засвоил деньги, купил пожарные машины и раздавал ее в МЧС. Конечно, нет, все это было куплено за бюджетные деньги, но наши губернаторы, они же как любят, они бюджетные победы превращают в свои собственные, да, вот когда они ремонтируют дороги, они говорят, я вам, блядь, дорогу отремонтирую, хотя понятно, что дорогу вам отремонтировал бюджет Российской Федерации. Значит, вот были куплены пожарные машины, вы дальше посмотрите, что было дальше, как говорится. Да, вместо того, чтобы просто дать ключи, он заставил МЧСника попрыгать, а ну-ка отними, вот, знаете, такая, блядь, такие конфеты были советские, вы, конечно, не знаете, но я знаю. Ну, дело не в этом, значит, понятно, что все это моментально слили в сеть, моментально, значит, этому главе Чувашию предъявили, он сказал, да это просто дружеская хуйня, мы с этим МЧСником небольшого роста просто друзья. И всегда, когда он ко мне приходит, например, они там выпивают, наверное, вместе, он ему там говорит МЧСнику, Миш, ну что, ебанем, может, пасочки, Миша же маленький, он говорит, ну, конечно, да, ну, давай, попрыгай, блядь. Ну, это как вот, если бы я Сталина ГУЛАГа здесь вот пригласил, блядь, и давал бы ему, наверное, Сань, подержи кружку, ну, приблизительно так это выглядит. На самом деле, пиздеж, конечно, я не думаю, что какие-то они друзья, просто, ну, как бы, глава Чувашии, он как бы потерял края. Значит, понятно, что сразу возбудились главы МЧС из Единой России, где состоял глава Чувашии, его выперли. Ну, и, судя по всему, его снимут с поста губернатора, что называется поделом, что можно еще сказать. Всю сегодня поздравляю за Байкалье молодежь. Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш. Умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым, ребятам перспективным. Много разных вузов в крае классных профи выпускают. Будущее в Забайкалье. Вас, ребята, продвигают. С этой тусой поздравляю. Пиджакесом напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед, самых топовых побед. Просто, если у тебя нет чувства бита и ритма, но очень ты любишь петь, например, вот таким образом зачитал рыбачок на Битлджей, Александр Осипов, глава Забайкалья. Как вы знаете, все люди, которые не обладают слухом и голосом, они очень любят петь, особенно в душе. Но глава Забайкалья не сдержался и спел это на видео. Причем мы опять понимаем, что это снималось некоторое количество часов, потому что текст надо выучить, подготовить. А ведь по ходу текста он же еще встает, видите, садится, открывает и закрывает пиджак, компьютер, что-то пишет на доске, похлопывает по плечу человека, надевает бейсболку. То есть все это нужно было репетировать. То есть несколько часов рабочего времени, а может быть и нерабочего времени, кто же знает, губернатор Забайкалья убил на то, чтобы сделать вот эту вот потрясающую музыкальную заставочку. В честь ему и хвала. Есть такая организация Российское авторское общество. Значит, чем занимается Российское авторское общество? Вы, наверное, не знаете, а я вам расскажу. Значит, из Википедии. Российское авторское общество призвано управлять имущественными правами авторов других обладателей авторских прав, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно. Например, сбор авторского вознаграждения за сообщение произведений в эфир и по кабелю, или публичное исполнение произведений, воспроизведения или репродуцирование. Ну то есть что это значит? Дело хорошее, казалось бы, да? Какой-нибудь, например, безвестный хип-хоппер из Курска по кличке, например, Диджей Буратино какой-то потрясающий трек написал, да? И этот потрясающий трек, например, попал в интернет. А из интернета его взял какой-нибудь ресторан, например, да? Ресторан Бобик и Жучка. И поставил у себя фоновой музыкой. Приходят представители РАУ и говорят, почему у вас играет, блядь, трек этого потрясающего Диджея Буратино? А ресторан Бобик и Жучка говорят, ну, блядь, играет и играет. Он говорит, нет, вы должны автору заплатить отчисления. Но только не напрямую, а, значит, через российское авторское общество. А мы уже автору потом перечислим. Ну и, значит, ресторан перечисляет эти бабки. То же самое происходит на концерте. Если, значит, вы организатор какого-нибудь концерта, например, у вас там праздник вишневого варенья или там праздник свежей воблы. И к вам приезжают, значит, всякие разные группы. Играть там рыпачок или рок-н-ролл. Свои собственные песни они даже, если исполняют. Внимание, это очень важно. Исполняют свои собственные песни. Все равно вы платите определенный процент российскому авторскому обществу. И российское авторское общество уже платит потом, значит, часть этого процента артистам. Причем, что интересно, РАО имеет право защищать права неопределенного круга правообладателей вне зависимости от того, заключили ли они с российским авторским обществом договор или нет. То есть, что это значит? Даже если диджей Буратино или М.С. Хуйкин не заключили с РАО никаких договорных обязательств, чтобы РАО их защищал, все равно РАО к вам приходит и говорит, договора у нас нет с этим диджеем, но ты давай все равно мне плати бабло, а я ему когда-нибудь перечислю. Был такой Сергей Федотов, предыдущий глава российского авторского общества. Он в итоге, значит, дозащищался прав безвестных и известных авторов до такой степени, что ему вменили иск в том, что он спиздил 730 миллионов рублей в группе неустановленных и установленных риск, куда его жена входила, его мать, они все работали в российском авторском обществе. А также, значит, они продали несколько помещений, которые принадлежали российскому авторскому обществу. Естественно, их как нормальные россияне они переписали на кипрские офшоры, ну и дальше уже продали. И за это, значит, Сергей Федотов присел. И еще такой штришок к деятельности Сергея Федотова. Что о нем хочется сказать? У человека блестящий вкус. Вот, у него, значит, был замок в собственности, не знаю, до сего момента, может, он его уже продал. Замок был, как вы понимаете, ни в Суздале, ни во Владимирской области, ни в Нижнем Новгороде. Это даже был не замок из песка, как спела бы группа Браво. Это был замок в Шотландии. Местечко называется Grand Town on Spain. Вот, значит, такой замок. Стоил он хуйнюсу еще приблизительно полтора миллиона долларов. Ну, то есть, вообще, просто, блядь, поссать. Вот, ну, значит, присел этот Сергей Федотов, потом его отпустили. Это просто к разговору о том, как российское авторское общество изымало деньги с организаторов концертов, рестораторов и прочих вообще людей. И как не всегда оно отдавало эти деньги, значит, людям, которые действительно написали, значит, музыку и написали песен. Но в этот раз просто российское авторское общество превзошло само себя. Значит, есть такой фестиваль Viola is my life. И РАУ призвало выплатить их 320 тысяч рублей за публичное исполнение песен входящих в репертуар РАУ. Организаторы Viola is my life утверждают, что российское авторское общество требует бабки за произведение некого композитора Руста Фазинского. Организаторы говорят, что на самом деле это были песни Рустика Позюмского. Причем он сам их исполнил и дал разрешение на то, чтобы они прозвучали на фестивале. Среди прочего, РАУ потребовало, чтобы фестиваль выплатил компенсацию за исполнение пьесы французского композитора Морена Море, умершего в начале 18 века. То есть, блядь, даже если люди умерли в период раннего средневековья, или может быть какой-то безвестный человек, значит, Накитову Муси в каменном веке сыграл песню, один хуяр РАУ придет и взыщет в пользу этого человека бабки. Собственно, вы, может быть, знаете, через 70 лет после смерти не охраняются уже права авторские, то есть не надо никому ничего платить. Тем не менее, еще несколько претензий РАУ связаны с песнями, на исполнении которых фестиваль также получил разрешение. Например, в письме РАУ сказано, что на фестивале звучала композиция «Against» ансамбля «Кайметик». Но, как говорят организаторы, это была, на самом деле, работа Анны Поспеловой, которая сама же исполняла эти песни на концерте. Уже после публикации записи о претензиях РАУ представители фестиваля сообщили, что начали общаться с авторским обществом. Ну, то есть, в принципе, РАУ такая ненасытная жаба, что им всегда мало бабла, и даже если они не найдут до чего доебаться, они всегда могут прийти на ваш фестиваль, сами придумают песни, которая у вас даже не играла, или, например, защитят с удовольствием права Бетховена, Баха, Моцарта, ну и кого еще можно защитить. Тексты Сократа тоже, кстати, пиздец, как нарушаются его авторские права, поэтому я бы там в РАУ все-таки взял на заметочку-то взял. В библиотеках много вот этого распространяется бесплатно. Не устаю я поражаться и восхищаться смекалке и креативу наших с вами любимых соотечественников. Что произошло? Значит, житель Камчатского села Коряки пришел, он работает в продуктовом магазине, он пришел в спутру, в продуктовый магазин, и обнаружил, что, значит, там произошел небольшой пожар, и в этом небольшом пожаре сгорела реально только касса с баблом. Все остальное оказалось нетронутым. Мужик пораскинул мозгами, что, значит, придет сейчас хозяин магазина и скажет, мужик, ну, что ты пиздишь-то, ты деньги украл, а потом сюда налил ванчела, наверное, или спирта, поджег все это дело и рассказывает, что сгорела только касса. Поэтому таких пожаров не бывает. Что делает мужчина дальше? Вы правильно догадались, он нахуй поджигает весь магазин. Что называется, сгорела баня, гори, блядь, и долг. Ну, конечно, мужчину поймали, и МВД сейчас ведет следствие, непонятно, чем она закончится. Хотя, скорее всего, конечно, понятно. Мужика присадит. Сейчас будет серьезная абсолютно история. Она, конечно, хихиха-ха, но на самом деле не про хихиха-ха. Те из вас, кто работают в журналистике, постоянно слышат, как говорят, что вообще средства массовой информации умирают. Все умирает, потому что не выдерживает конкуренции никакой с блогерами. А средства массовой информации или новые СМИ, как это принято сейчас говорить, новые медиа. Они всегда отвечают, что типа «Не, нихуя, мы не умираем, потому что блогеры-мудаки, они любую хуйню могут пиздануть». А мы, новые медиа, мы не можем хуйню пиздануть. Мы, наоборот, отбираем для вас все самое важное, мы даем свою экспертизу, и поэтому читатель доверяет нам больше, чем блогерам. Поэтому идите к нам, рекламодатели, а к блогерам не идите. Идите в новые медиа, отдавайте нам свои денежки. И вот есть прекрасное хипстерское издание «Виллэдж». Хипстеры – это бородатые дети, как говорит один мой знакомый, Антон Нинаш, вы гениальное совершенно, просто потрясающее, бриллиантовое определение. То есть, в смысле не то, что они бородатые дети по возрасту, а по уму, то есть здоровые мужики с бородами, у которых там в мозгах приблизительно меньше, чем у 12-летнего ребенка. Так вот, значит, «Виллэдж» выпустил материал. В сети, значит, какие-то мудаки устроили флешмоб, чтобы определить, в головых, значит, органах. Есть ли, значит, там органы органолептические, которые могут почувствовать вкус? Значит, на прошлой неделе в Тик-Ток появился пост девушки, которая утверждает, что вкус пищи можно почувствовать не только языком, но и тестикулами. То есть, опустите яйца и почувствуйте вкус. И некоторые опускают и чувствуют и так далее и тому подобное. то есть, как бы, одна дура пизданула какую-то глупость и какие-то сотни или, я не знаю, тысячи, может быть, дебилов решили попробовать, можно ли яйцами почувствовать вкус соевого соуса или там табаско или кетчупа? я вам честно скажу, что поэнт ни в каких других частях тела, кроме, значит, вот в этой части человека нет никаких органов, способных почувствовать запах и вкус, да, и ни в яйцах, ни в жопе, ни в большом пальце правой ноги ничего у вас такого нет. И издание Village делает серьезную, блять, статью. Такие подразделы этой статьи. Что говорят ученые, есть ли ты стикул или нет ты стикул? Откуда тогда ощущение вкуса? Ну, человек, который яйца макает, соевый соус, он просто запах чувствует и создается эффект плацебо и он думает, что он яйцами чувствует вкус. Безопасно ли повторять этот инструмент, эксперимент, извините. Ну, то есть, в принципе, новая медиа, СМИ, реально, у них есть свидетельство о СМИ, они читателям предлагают вот такой вот, блять, эксперимент. Давайте мы серьезно, на полном серьезе разберем творчество одних мудаков и выясним, безопасно ли повторять творчество других мудаков. А потом эти люди будут вам говорить, нет, новые медиа, конечно, отличаются от блогеров. Мы, новые медиа, хуйни вам, читателям, никогда не посоветуем и никогда на главную страницу не поставим. Поэтому, дорогие мои, когда вам будут говорить, что новые медиа чем-то отличаются от тупых блогеров, в основном ничем. Вот доказательства. Ну, многие потешались, да, над прошлым выпуском, что невидимый снег, ты что-то придумываешь, блять, на самом деле, может, там есть снег, просто его не разобрать. А на самом деле, действительно, снег был невидим. И вот еще один фрагмент, который прислали мне дорогие мои зрители, то есть вы на сей раз из города Героя на Неве, из Санкт-Петербурга. Посмотрите, целых шесть, шесть таджиков бредут понура и закидывают лопатами ебаные ничего в кузов грузовика. Как мы видим, это тоже пустота. И это тоже инопланетяне уборщики снега. Только они разглядели, значит, в этой пустоте льдинки, сосули и прочую хуйню, которая портит внешний вид и облик городов наших. Существует невидимый снег? Существует. Вот удивительные, значит, предложения из Красноярска приходят от общества «Трезвый Красноярск». Что же предлагает его глава, которого зовут значит, товарищ Гагаркин? Товарищ Гагаркин говорит, что трезвость нужно внести в Конституцию. Ну, товарищ Гагаркин, не только трезвость, конечно, я бы и прелюбодеяние, и обжорство, я бы тоже все вообще, наркоманию, ну как без нее, все бы я внес в Конституцию. Значит, что предлагается? Отнимание трезвости, отнимание трезвости, отнимание, сука, трезвости, признается особо опасным видом социального паразитизма. преследуется по закону конфискации имущества и ограничением свободы. Вот ровно так предлагают такую поправку внести в Конституцию. То есть, если вы кого-то пригласили, например, в гости, да, например, за новогодним столом, и не убили его поленом, как это было в белорусской деревне, а просто набухали своего товарища, вы за отнимание трезвости лишитесь избы и свободы своей. Ну, я считаю, что это тоже справедливо, потому что лишать трезвости, лишать невинности можно, а лишать трезвости человека русского нельзя ни в коем случае. Ну вот в Красноярске, помимо отнимания трезвости, произошло еще и отнимание порнографии. Значит, новая газета сообщает, что Следственный комитет говорит о задержании в Красноярске двух мужчин, подозреваемых в организации производства порнухи с участием девушек 15-18 лет. Подозреваемый арестован и решается вопрос о возбуждении уголовных дел. При этом новая газета пишет, что одним из задержанных является 48-летний Антон Мишин. Видный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации Енисей. Издание указывает, что гражданин подозревается в половой связи с девушкой 2004 года рождения, что ему и инкриминировано в первую очередь. Значит, что еще интересно в деятельности гражданина Мишина? Значит, у него помимо православно-патриотического клуба Енисей еще была такая инициатива, она называлась «Киберпатруль». С чем «Киберпатруль» боролся этого Антона Мишина? Он боролся с детской порнографией, с экстремизмом, с ограничением доступа несовершеннолетних к всякому виду разврата в сетях. И вот с этими гадами он всем боролся, сажал их, отлавливал. Ну, видимо, для того, чтобы уничтожить своих конкурентов. В цитате дна у нас выступает сегодня Владимир Мединский, бывший уже министр культуры Российской Федерации. Что же заявил этот потрясающий джентльмен? В преддверии 75-летия Победы мы отдадим приоритет российскому кино. Такой праздник бывает один раз в жизни. Так что Голливуд, пусть даже не заявляется на майские каникулы, никаких мстителей. Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю. Ну, что хочет сказать, Лави Ростиславов. Действительно, я присоединяюсь. Победили, значит, Гитлера, победим и Громобоя. Победили Геббельса, победим, значит, и Капитана Америку. Победили, кого там еще? Бормана победили, победим и, кто там еще есть? Женщина Смерть или как ее зовут? Я плохо разбираюсь в Марвеле. Правильно вы все говорите. Фашизм, марвелизм не пройдут на территории Святой Руси. Никогда. Не позволим. Мы продолжаем нечеловеческий рост. Уже 136 тысяч подписчиков. Это меня несказанно радует. Но, тем не менее, все равно расскажите всем, кому вы не рассказали. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И прибудет с вами сила. А скоро с вами прибудет еще и новый исторический выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok